ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сам Иоанн Кронштадтский осветил землю под строительство Ачиевского монастыря 23 мая 1903 года, но недолго судьба оставила времени монастырю быть обителю монахи. В 30-х годах здесь организовали колонию номер 8 ГУЛАГа. За 16 лет существования в нем погибло 200 тысяч человек от голода и мороза. В 91-м году началось восстановление монастыря, и с тех пор каждую неделю владыка Феодосий проводит обряд освящения воды, как и сегодня в день при половине Пятидесятницы, где напоминается приближение праздника сошествия Святого Духа. Ну а сегодняшний день мы знаем отдельно. Мы приезжаем сюда, выносим крест от престола, погружаем крест в воду с верой сердечной, что и она получает цельбоносный дар, что она получает целительную силу. Зачем же дело? И погода благоприятствует, и вода освящена, и мы сейчас пойдем обратно в церковь, а пока мы туда будем идти с крестным годом, всем вам благословляется в воду, трижды окунуться, глаза, лицо, все мочить водой. Верим и знаем, что она цельбоносная, добрая, спустяная вода. С праздником всех! Стоящий и во краме Господне, во дворе, в дому Бога нашего, Аминь, Ольга, Ольга. Уже после основания Чиирского монастыря на его территории был открыт источник минеральной воды. Его осветил Алексий II во время своего приезда в Ачиир. Слова о чудотворных свойствах воды святого источника Ачиирского монастыря, который может исцелять от самых разных недугов, быстро разлетелась за пределы Омской области. Сегодня тысячи людей приезжают сюда в надежде на исцеление. Но самое главное чудо – это температура воды. Она равна 36,6 градусов, то есть температуре человеческого тела, и не понижается даже в самые лютые сибирские морозы. Ну как водичка? Теплая, холодная? Нет, теплая. Купаться можно? Ну да. Кажется, в кулаку. На территории Ачиирского монастыря воздвигнуто 7 храмов и 5 часовен, двери которых всегда открыты для паломников со всех уголков нашей страны. Кажется, в куле Под Продолжение следует...